Друзья, добрый день! Основной дискуссией недавно среди комментариев на ютубе стал вопрос о том, что мы подбираем автомобили не очень качественные а парни говорят о том, что вот у нас лучше и вот посмотри мой автомобиль и действительно вопросов никаких не возникнет Реокей, выбрал лучший автомобиль на мою точку зрения, для того, чтобы с ним было в меньшем уроке, но при условии того, что в любом случае при любых раскладах, хороший автомобиль или плохой, я буду выпускать это видео. Ну и к чему приведет наш сегодняшний вариант сейчас посмотрим субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ух ты, ничего себе карманы тут глубокие аж туда до конца двери заходит карманчик такой и он вот карманчик и он идет вот аж до конца двери то есть за это туда напихать всяких временно ненужных вещей в формате салфетки и еще что-то ну как-то очень много места или я бы правильно сказал необычайно много так же вот здесь вот а кстати нет ли тут беспроводной зарядки очень часто бывает вариант такой, что беспроводная зарядка ну нифига здесь даже телефон не помещается по крайней мере может внизу есть беспроводная зарядка нет беспроводной зарядки здесь нету к сожалению беспроводной зарядки здесь нет И, честно говоря, тут телефон держать крайне неудобно. А это что такое? Ага, это резетка 12 вольт дополнительно. Что тут еще есть? Подстаканник. Подлокотник, делящийся на две части. Ага, тут есть зарядка еще одна. Такой довольно глубокий бардачок. Вот такой вот, ну не знаю, для каких-то карточек, временно ненужных вещей. USB, место для SD-карты. Ну, слушай, то, что продувается сидение, это, конечно, так, ну, неожидаемо комфортно. Руль очень, очень такой легкий. Не знаю, как на скорости, возможно, он будет сложнее крутиться. Но пока мы едем, передвигаемся очень так неплохо. Панель, ну, более чем информативная. Зеркала, мертвые зоны есть. Идет очень тихо. То есть даже вот сейчас практически вот на единичку был звук. Так, а что это было? Это типа легкий удар в коробке или мне показалось? Как-то она так дико переключилась. Так, поехали заново. Как я это сделал? Да, легкий такой этот. А вон засветилась надпись «Неисправность управления движением. Нужен сервис». Что-то не очень хорошо этому автомобилю. Ну, правда, я еще не читал. Вот. На самом деле он недавно сделан. Этот автомобиль был приобретен в Америке. Я не знаю, за сколько здесь сейчас за него хотят. Окончательная цена 26,5 тысяч. Не очень переключается коробка. Надо, видать, либо адаптацию сделать, либо посмотреть уровень жидкости. А так вообще, конечно, очень тихо, очень прикольно. 360 обзор, кстати, отрабатывает абсолютно нормально. Передняя камера спрятана под значком. То есть в погоду, которая нелетная, назовем ее так, он будет защищен. Он, имеется в виду, глазок камеры. Может, ей, конечно, надо. Турбина, конечно, свое дает. Подхватывает очень нарядно, скажу честно. Вот, аж, 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 ай-яй-яй. Тормоза, конечно, тут слабенькие. Ну, конечно, можно было бы вдавить еще и пустить их практически в юс. Но диаметр сам тормозных дисков на удельный вес этого автомобиля, ну, слегка маловато. Потому как начинаешь оттормаживаться. И привычного понимания тормозного пути его здесь нет. Здесь он как-то такой более длинный. Параллельная парковка. Так, поиск парковки, двигайтесь вперед. Двигаюсь вперед, поиск парковки, поиск. Еще он нифига не находит. Мы, кстати, как-то купили машину в Германии и пытались заставить ту сволочь, чтобы он припарковался. В общем, он так тесты не сдал. Он так и не смог припарковаться. Так, вот я вижу машину. Сейчас мы смоделируем ситуацию. Так, чуть-чуть назад. Вот сюда. Так, ну, образно говоря, вот у нас стоит автомобиль. Нажимаем парковку. Ага, драйв. Так, параллельная парковка. Поиск. Едем. Окей, едем. Едем. Ничего не трогаю. Что происходит? Нифига не происходит. Так, ну, здесь же он должен найти что-то. Нифига он не находит. Едем по парковке. Друзья, непонятно, что он хочет, как оно работает. Возможно, я не знаю алгоритма, но стоп, есть. Так что должно двигать эскизотные точки. Вперед, да? Вперед двигаюсь. И что? Стоп. Место найдено. Включить, так, включить заднюю передачу, отпустить руль. Что-то я очкую. Так, заднюю передачу, двигайтесь. Блин. Вот, руки у меня нет. Но ногу я на тормозе всякий случай буду держать. Так. Паркуется. И шо, и шо? Так, стой, чувак. Алло, алло, алло. Не, это... Это уже я нажал тормоз, то есть не совсем он правильно припарковался. Может, эта система как-то не до конца исправно работает, я не понял. Ладно, давай попробуем еще раз. Оператор вышел, сейчас будем снимать его снаружи, как оно паркуется. Окей, двигаюсь вперед к исходной точке. Так, чтобы не заехать в машину, надо подрулить. Так, параллельная парковка, поиск парковки, двигайтесь. Поиск парковки, что происходит? Нифига не происходит. Ну вот, бус закончился. Ничего не происходит. Друзья, еду по парковке, вокруг вообще никого, ничего. Паркуйся хоть поперек. Машины я проехал. Ничего пока не происходит, не понимаю, как и что. Ну вот, впереди меня уже сейчас будет, упираемся в машину. Поэтому... А здесь пишется параллельная парковка. И, в общем-то, нифига не произошло. Не понимаю алгоритма действий. Ассистент парковки, выключите, пожалуйста, заднюю передачу. ШАС! Взял и выключил. Да, не доверяю я этой системе. Что-то у нее пошло не так. В общем, что-то непонятен алгоритм. И... Не работает оно так, как должно работать. По крайней мере, вот парковки здесь места навалом не мерено. Возможно, он ищет место между двумя автомобилями для того, чтобы там талантливо заехать. Рассчитать эта местность. Ну, вот там вот было похожее место. Но как-то... Как-то все равно что-то пошло не так. Он все равно сам не остановился. В общем, вообще непонятен алгоритм. Поехали на СТО. Если оно, конечно, сейчас доступно. Ну, почти все пистоны родные. Ну, в смысле, крепление. Но зато все на своих местах. Ничего такого, чтобы было... Диски новенькие, но ржавенькие. С лицом по поддончику есть. Турбина сухая. Так, а по трубок трубины тут насколько сложно скинуть? Ну, как сказать, легко. Вообще, турбинка сухая. Аж, аж, аж даже масла нет. Тальком, конечно, там не пахнет, но... Ну, красота, счастье. Окей, собираем. Так, подытожим, что мы имеем. Текущий поддон, сальник. Полуоси с коробкой. Кстати, на всякий случай рекомендую посмотреть, как здесь менять масло в коробке, потому что здесь... То есть, вот это нижний уровень, а то верхний. Ну, это слив, а это, скорее всего, что уровень. Хотя, может, и не будет. По автомобилю все было озвучено заказчику, и сейчас он принял решение все-таки это устранить. Но он пока думает, где это устранять, либо у нас, либо же у себя. Но, в общем-то, все озвучено, он немного шокирован. Сейчас в теплые осенние деньки я сижу, и мне реально комфортно. Самое интересное, как ко мне попал этот автомобиль. Многие в комментариях пишут, что вот мой автомобиль, приезжайте, смотрите, вы не найдете никаких недостатков. Таких предложений, на самом деле, очень много. Приезжай, вот у меня лучшее, у меня самое классное, у меня действительно то, что нужно. Я бы и этот автомобиль пропустил мимо внимания. Но это Lincoln, Lincoln MKX. Он, конечно, не с мотором 3.7, а здесь всего лишь 2.7 turbo, EcoBoost. Но это Lincoln, это американский комфорт. Этот автомобиль сделан для американцев. Здесь все по-другому. Я первый раз в жизни сижу в этом автомобиле. Для меня изначально первое, когда я сел, я не увидел коробки передач вообще. Я сначала, раз нет здесь, значит, она есть на руле. Я смотрю на руль, коробки нет. Лишь только мгновение спустя я обратил внимание, что все переключения передач вот здесь вот находятся на панели. Я этого не знал. Еще расскажу. В этом автомобиле я сижу впервые. Здесь для комфорта есть многое. Здесь есть панорама. Можно миловаться с любимой подзвездами. Нифига себе, она шедет. Аж, аж. Я не сняла. Аж за головой задних пассажиров заканчивается. Так. Первое. Поехали дальше. Да, она открывается до конца. Да. Да, панорама здесь, конечно, впечатляющая. Честно. Первое, что мне очень понравилось, это сидение с отдувом. И они не просто отдуют. Здесь еще регулируется температура наддува. То есть такая же температура, как в салоне, идет поддув и снизу, и в спину. Я бы мог сейчас заморочиться, максимум узнать про этот автомобиль, позвонить друзьям-американцам. Я имею в виду тем, кто обслуживает такие автомобили. Расспросить про тонкости болячки у них. Не буду скрывать. Когда мне что-то непонятно, я всегда звоню тому, кто что-то знает. Но я к этому не готовился. Ладно, не суть. История этого автомобиля. Я ее бегло посмотрел. Я понимаю, что здесь влупленная морда. Я ее еще не смотрел ни по Carfax, ни по Bitfax. У меня не было ВИН-кода этого автомобиля. Но я уже вижу, что она лупленная в переднюю часть. Сильно плохо она сделана. Нет, неправильное слово. Неплохо она сделана. Ремонтировалась хорошо. Открыл капот, посмотрел. То есть я вижу здесь замену передней панели. Я вижу здесь новые радиаторы. Я вижу здесь новый капот. Дальше вроде бы, надо смотреть еще детально, но вроде бы, больше особо здесь ничего не менялось. Значит, полен-полену сейчас будут менять саму прокладку поддона и будут менять масло в коробке, адаптировать. Потому как продавать такой автомобиль это неправильно. Ну и момент продажи будет отсрочен на какое-то время, пока не устранят все недостатки. Ой, какое чистое, хорошее масло. Слушай, напорчик хороший такой идет. Ах, березовый сок. Ну, в общем-то, отлично. Сколько надо времени, чтобы снять поддон? Да, минут 40, наверное. Типа все классно уже, вон, даже видно мотор, даже видно коленвал. Но не снять поддон, потому что чуть-чуть мешает либо подрамник, либо снять выхлопную трубу. С учетом того, что оно там крепится. А вверху и под углом. И вероятность того, что шпики обломаются очень велика. Поэтому сейчас парни будут снимать подрамник. Приопускать подрамник для того, чтобы, в принципе, просто вытащить этот поддон. Вот нифига себе поменять прокладку. Вот этот красавец без поддона. Кстати, коль он уже без... Айо! Ну, цепь у него еще не растянутая. Ну, такой цепь, как на бензопиле. Честно говоря, эта цепь поместится в пачку от сигарет. Не такая, конечно, как у Volvo 4.4. Но, тем не менее, мотор чистый, не засранный. В общем-то... Ну, что, сейчас обратный процесс сборки. Заливка масла. А потом добираемся и до коробки. В общем, из-за того, что вот здесь вот нет соосности, ну, тактильно оно ощущается. Вот эта вот плоскость, она получается ниже, а вот эта вот плоскость выше. Ну, тут она не совсем сильно, но именно из-за этого вот здесь вот пошло прослабление и по задней части двигателя оно пошло течь. Сейчас парни сделают это дело на герметик, и тогда должно быть лучше, тогда должно быть хорошо. Ну, и масло с коробки полетело. Что же тут за масло? Ну, не очень оно еще и черное. У меня есть понимание, что нифига замена масла, может, и не даст. Придется... Ну, сделаем, да, сделайте адаптацию, посмотрим. Но так течет. Ну, такое не сильно, ну и вот так. Хотя, с другой стороны, нет. В ведре оно очень черное. Так, грубо говоря, целый день потрачен возле этого Эллингольна. Подписался, грубо говоря. Кстати, как тут встала? Чистота, порядок, красота. Ну да, оно еще задуется, еще повымывается. Ну, в общем-то, уже красиво. Так, масло, масло, масло. Ну, такое себе масло. Не могу сказать, что оно вах. Слушай, уже целое ведро почти накапало. О, так лучше видно, когда отечка протер. То есть, визуально оно еще не сильно и мрачное. Но такое слегка, слегка уже под изношенное. Ну, за 50 тысяч как-то дофига. Сейчас ведерочка уже через верх потечет. Найти Эллингольн. Сейчас, секундочку, секундочку. Все, пошла обработка. Сразу хочу сказать, что я не обозреватель автомобилей. Потому что тот, кто занимается обзором, это немножко другая тема. Я больше по технической части. Вот сейчас посмотрим, убрали ли здесь все ошибки. Потому что на окончании самого теста, где заливали масло в коробку, в двигатель, я уже не присутствовал. Потому как мне уже надо было срочно ехать. Обещали, что это сделаю там часа за полтора, за два. По итогу на это ушло целый день с 10 утра и до 5 часов вечера я был здесь. Но, тем не менее, сегодняшний день покажет, сделали ли этот автомобиль. Ну, я уже чувствую, что включается передача легче. Вечная тема схватиться за ручку коробки передач, хотя бы какую-нибудь. Либо за кружочек, либо же... Вот, ну не хватает лично мне этой палки. То ли это дело привычки, то ли еще что-то. И что? Комфорт. Ну, пинков уже нету. То есть, уже есть... Ну, сейчас эта коробка адаптивная, она быстренько адаптируется. Да, пинков нет, переключается она очень легко, хорошо. То есть, действительно, масло помогло в данной ситуации. Отлично. Переключается. Привычка все время взять, перейти в спорт и пойти в ручном режиме. Но у нас здесь для этой цели есть лепестки. Итак, подытожим. По двигателю, прокладку, то, что с саломаслом, здесь поменяли. Масло в коробке здесь тоже заменили. Масло в двигателе, соответственно, тоже заменили. Потому что старое ушло в бочку для утилизации последующей. Поэтому здесь новое масло залито и в двигателе, и в самой коробке передач. На коробке передач это сказалось позитивным образом. На холодную переключается она хорошо. Сейчас дойдем до горячей, прогреемся. Ну, уже градусов 70 двигатель прогрелся. Но это не до конца. Сейчас прогреется он до конца. И посмотрим, что с этой коробкой. Пройдем на ней в автоматическом режиме на поднятии передачи. Точно так же опустимся и в ручном режиме. Ну вот, в автоматическом режиме пока идет все хорошо. Так, надо, наверное, поднаступить. Очень динамично. Что снизу, что сверху. Две турбины, конечно, делают свое дело. Несмотря на столь небольшой объем, все лишь 2,7 литра, но здесь две турбины. Раскачивает оно интересно, раскачивает оно хорошо. Да, так вернемся к подытожить. По кузову автомобиль сделан хорошо. Недостатки по двигателю, по коробке устранены. Имея в виду течь масла, ее уже нет. Ну, насколько хорошо сделали. Это надо на машине немножко покататься и посмотреть, будет ли оно протекать. Но, честно говоря, маловероятно, потому что здесь стоит и прокладкой, на всякий случай легкий контур герметика. Намазывали. Как неудачно я заехал прямо в самую жопу. Просто стояк в 4 ряда. Окей, сейчас держимся левой полосы и где-то там метров через 300 будет разворот. И не поедем мы на прямую трассу. Наверное, там что-то случилось, потому что тут обычно стояка нет. Ребят, ни в коем образе не подумайте, что это реклама. Это такой новый формат. На самом деле, такое я снимал и ранее. Люди ко мне обращались. Я снимал видео об автомобиле. И они это цепляли к продаже объявлений. На самом деле, это очень хорошо работает. В формате того, что всякие чуваки на посмотреть не звонят. Посмотрев видео, в видео есть вся информация. А люди, которым действительно интересно. Ну, здесь уже осталось только, если есть желание, дополнительно заехать на подъемник и пересмотреть, действительно ли все так, как я посмотрел на сегодняшний. Да и мало ли, за время эксплуатации может быть такое, что что угодно может быть с этой машиной. Поэтому пересматривать ее еще раз, наверное, все-таки нужно для успокоения души. Не обязательно у нас, но как минимум заехать на СТО и посмотреть, что там действительно все в таком же состоянии, как и на видео, лишним точно не будет. Двигатель уже прогрет, коробка прогрета, на холодную переключается нормально. Сейчас мы посмотрим, как он переключается на горячую. Я думаю, расстояние там в 800 метров мне хватит поднять передачи между проблемными. А проблемные, как правило, это нижние. Переключение между первой, второй, третьей, третьей, четвертой. Ну, на всякий случай. Пятая, шестая, шесть передач, все, больше нет. Ребят, перед тем, как давать машину на осмотр, дважды подумайте. Потому что вот на вот этом примере видно, что кузов сделан не идеально. Он сделан хорошо, но не идеально. Не совсем на месте стоит капот, чуть-чуть скачут зазоры по фарам. Слегка текло масло двигателя, ладно, допустим, этого он не видел. Как у него пихалась коробка, он этого не чувствовал, мне, например, это непонятно. Ну, возможно, человек думал, что такой алгоритм переключения передач. Как бы там ни было, этот автомобиль уже лучше, чем был до осмотра. Но так будет не всегда. Ребят, спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. С вами был Николай Тарануха. Киев, компания 1Авто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok